МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Собирались уходить, но пришлось остаться. В каком настроении украинские военные после сорванного боевиками разведения войск? Накрыли контрабандистов. Что грозит тем, кто незаконно переправлял товары на оккупированные территории? Сотня тракторов на трассе. Аграрии Луганщины бастуют. Чего требуют? Отрезаны от цивилизации. Жители села Закотное на Донечине два года не могут нормально выезжать из собственного села из-за разрушенного моста, когда завершат ремонт. Мощный взрыв произошел утром на границе Макеевки и Донецка. Его слышали даже жители отдаленных районов. По одной из версий, взорвался автомобиль сепаратистского подразделения «Сомали», который перевозил боеприпасы в Ясиноватую через трассу, расположенную между Донецком и Макеевкой. Боевики сразу же списали взрыв на обстрел со стороны украинских военных. А позже заявили, что это был автомобиль с топливом, подорвавшийся на фугасе. Окупационные власти города сообщили, что в результате взрыва были обесточены 30 подстанций и шахта «Щегловская» глубокая. Повреждены здания трех школ и детского сада. Сотня тракторов на трассе. Так прошла забастовка аграриев на Луганчине. Хлеборобы провели предупредительную акцию. Объяснили это попытка сказать «нет» голоду в Украине. Чего требуют бастующие, узнавали мои коллеги с Луганского областного телевидения. С утра на въезде в Сватово выстроилась сельскохозяйственная техника. На тракторах лозунги с требованиями «нет» голоду в Украине, «нет» продажи земли. Хлеборобы объясняют, почему сегодня здесь. Чтобы не забрали землю, не продавали. Чтобы нам работа была, нас не оставили без работы. Чтобы трошки давали людям работать. Судячи с планом нашего керівництва держави, что хотят сельхозвиробников поставить в один ряд з усими іншими предприятиями. Ну а доход на землю – это очень важная работа. Землю нужно, чтобы взять отдачу. Не потребно много вложить и доброго. Затраты каждый рік все растут. Колона сельскохозяйственной техники двинулась к центру города. Выстроилась на центральной площади. Фермеры выступают против отмены моратория на продажу земли, единого фиксированного сельхозналога из-за возвращения спецрежима НДС, который существовал до 2016 года. Хлеборобы считают, что продажа земли угрожает национальной безопасности Украины, а отмена льготного налогообложения приведет к росту цен на их продукцию. Это катастрофа для всех хозяйств. В частности, для развития полностью руки связаны. Если еще и примут закон 18% налог на прибыль, тогда не знаем, как работать. Надо забраться всем и показать, что мы есть, есть сила. Участие в акции протеста принимают аграрии Сватовского, Троицкого, Белокуракинского и Старобельского районов. Аграрии никогда не были против влады и не будут. Но они всегда всегда были и будут в конструктивной позиции, чтобы выразить свою думку, донести беду села. И как локомотив экономики, который сегодня дает 40% валового продукта, 37% экспортного потенциала, наверное, мы имеем на это право. Свои требования аграрии Луганщины изложили в резолюции, которые направят депутатам Верховной Рады. За нее голосовали звуком клаксонов. Собирались уходить, но пришлось остаться. Напомним, украинские военные, согласно Минским соглашениям, начали отвод войск и техники в Донбассе. Разведение началось в районе Золотого на Луганщине. Также было назначено отведение войск в районе села Богдановка. Но накануне боевики обстреляли силы АТО возле села Петровское. И отвод сил и средств был сорван. В итоге украинским бойцам тоже пришлось остаться на своих позициях. Хотя к разведению они уже были полностью готовы. В каком настроении теперь украинские военные, выяснял Александр Зыков. Во вторник, 4 октября, на участке предполагаемого разведения войск собрались командование сектора, представители наблюдательной миссии ОБСЕ и журналисты. Из-за обстрела боевиками украинских позиций, запланированной на этот день, отвод войск в районе села Богдановка так и не состоялся. Ситуация вдоль линии разграничения остается напряженной. Вчера в 4 часа дня был произведен обстрел с АГС. Где-то было примерно произведено 20 до 20 выстрелов. Выстрелы ложились рядом с нашей позицией от 10 метров и до дороги. Ну, личный состав целый. Все вроде бы, слава Богу, живы и здоровы. Российские окупационные войска взорвали отведение войск, которое было запланировано в районе Петривского. О 16-й године был запущен беспилотный летальный аппарат. Потом открыт огонь по наших позициях с автоматического гранатомета. Тому заходы были прекратены и войска остались на предыдущих позициях. Но украинская сторона готова до отведения. Подготовлены запасные позиции, облаштованы блендажи, огневые споруды, подразделы ждут наказ. Военные утверждают, что к отводу войск были готовы. К обстрелу – нет. Жалуются. Оставлять позиции не очень хочется. Делать укрепления в другом месте тоже. Особенно жаль обустроенную своими руками баню и кухню. Поскольку все вывести с позиции при отходе будет невозможно, то большую часть сооружений придется уничтожить. Но приказ есть приказ. Выполнять будут и ждут команды. Все лето готовились к зимовке, построили на зиму кухню. Целый гарнитур сделали. Печка. Закрыли печку. Тут все время будет тепло. Спалим. Спалим. Ну, а как по-другому. Печку заберем, ящики заберем. Ну, а тут все уже так прибито, забито. Так что очень тяжело будет, конечно, прощаться. Кошек с собой забираете? Да. Обязательно животных с собой забираем. Своих не бросаем. Конечно, куда их оставить на зиму тут самих. Сейчас на участке между Петровским и Богдановкой военно-инженерные войска строят укрытия для наблюдателей ОБСЕ. Миссия ОБСЕ ситуацию не комментирует. Продолжает свою работу и наблюдает за ситуацией. Накрыли контрабандистов. 10 тонн товаров задержали украинские спецслужбы вместе с военными на линии разграничения в селе Гранитное. Преступники везли с украинской территории конфеты, печенье и другие продукты, чтобы на оккупированной территории продать товары в разы дороже. Оценили всю продукцию в 750 тысяч гривен. Во главе банды контрабандистов была женщина. Как проходила операция задержания и что грозит подозреваемым, расскажет Ольга Шилкина. Два микроавтобуса под завязку, наполненные товарами, так и не пересекли линию разграничения. Сейчас товар описали, теперь он считается главной уликой по делу группы контрабандистов. Канал контрабанды организовала супружеская пара. Жена закупала товар в Краматорске по оптовым ценам, а ее муж обеспечивал прием на стороне ДНР. Помогали предприимчивым супругам еще 10 местных жителей. Всех их задержали при попытке пересечь линию разграничения. Все они были затриманы. Это все было зафиксовано, отзнято. Никто не втек. Распочались следственные действия. Следственные действия ведут и другие подразделения, которые за это отвечают. Хозяйка сейчас дает показания. Сначала, что есть товар, потом не есть товар. Сповпрацовать она не желает. 34 секунды понадобилось спецслужбам и военным, чтобы обезвредить и задержать банду контрабандистов-спекулянтов. Операция осложнилась тем, что в пункте назначения товар ждала группа вооруженных боевиков, которые во время задержания открыли огонь. Один украинский военнослужащий получил ранение. Экссессии были в ходе затримания. На мою думку, работала группа поддержки со стороны ДНР, потому что после первых слов, все лежали в затримании. Было две вспышки, два стрелы. После второго стрелы был ранен один из моих военнослужащиков, который сейчас находится в лекарне на лекарняном. После чего была перестрелка. После перестрелки, в час через пол, были помечены четыре человека через тепловизор, которые действительно прикрывали группу, которая должна была перенести этот товар. Нужно было все сделать так, что никакая особа не покинула эту службу. Сделано все таким образом, кольцом. По сути, от тела никто не мог утекти. Спецподраздел работал на высоком уровне. За 34 секунды все было закончено. Контрабанду оценили в 750 тысяч гривен по оптовым ценам Украины. Стоимость товара в случае попадания его в ДНР выросла бы минимум в два раза, говорят военные. Также у нарушителей изъяли около 50 тысяч гривен наличными. Сейчас все контрабандисты задержаны и дают показания. Отрезанные от цивилизации. Жители села Закотное, что на Донечине уже больше двух лет не могут нормально выезжать из собственного села. Единственная прямая дорога, которая соединяла их поселения с внешним миром, разрушена. Это мост, который подорвали боевики еще в 2014 году. Государство выделило деньги на восстановление сооружения. Когда освоят эти деньги и закончат ремонт, расскажут мои коллеги с телеканала ДОТЭБЭ. Мост был поврежден боевиками в 2014 году. Тогда его официально закрыли для транспорта. Хотя машины на свой страх и риск по нему продолжали ездить. А вот скорая помощь и общественный транспорт ехать по такой дороге отказываются. На работу практически невозможно добраться. Единственный автобус у нас ходит Северодонецкий, который Северодонецк-Славянск. Он проезжает много блокпостов. И если раньше он приходил в село без 15,8, сейчас он приезжает после 8. То есть мы в Лиман уже добираемся тоже намного позже. И у нас не хватает времени порешать свои вопросы. Чтобы добраться с противоположного берега Северского Донца, люди должны ехать в объезд. Закрытие моста вызвало трудности с маршрутом школьного автобуса для детей из соседних сел, которые учатся в Закотном. Школьный автобус будет ходить, конечно, это очень величайный крюк, но 17 км в объезд. Спасибо, что это время. Мы очень ждали этих событий. Поэтому это вопрос будет решено о том, что для детей. Кроме разрушенного участка, планируют отремонтировать мост в целом. Основная, конечно, составляющая стоимости этого моста – это не только то, что разрушено было в ходе военных действий, а в основном это будет весь мост, 300 метров, уширение его, новая накладная плита, ну и, соответственно, восстановление нового пролета здесь и новую береговую опору. 40 миллионов гривен на ремонт моста в селе Закотное Лиманского района выделили из Фонда регионального развития и областного бюджета. Ремонт моста у села планируется завершить в декабре этого года. Несмотря на наступление холодов, работу обещают закончить в срок. Через это сегодня думали. То есть, есть достаточно серьезная структура бетона, и через это есть проблема, потому что он кладется до плюс 5 градусов. Думали, что уже сегодня будут думать о конструкции, если даже зима там, или морозы, чтобы можно было накрыть и греть. В общем же, в Донецкой области 17 разрушенных мостов. Из них 8 находятся на подконтрольной Украине территории. Океан снова накрыл Донбасс. Фронтмен группы «Океан Эльзи» Святослав Вакарчук сегодня уже в Славянске. Там он встретился со студентами педуниверситета. Украинский музыкант говорил о единстве страны и о праве выбора, которое должно быть у каждого. Не обошлось и без музыки. Вакарчук без аккомпанемента спел песню, которую подарил молодежи региона. Напомню, что сегодня, как раз в эти минуты, группа «Океан Эльзи» поет свои хиты в Краматорске. Завтра мы обязательно расскажем, как прошел концерт. «Океан Эльзи» Пока это все. Больше информации ищите на нашем сайте Blacksy TV. Я прощаюсь с вами до завтра. Добрых новостей и мирного вечера. Редактор субтитров А.Семкин